Голливудской продукции нет практически, она только пиратская сейчас, поэтому надо что-то показывать. Просто мне кажется, что стоило бы тогда как-то расцветить это послание, сделать там спецэффекты с Владимиром Владимировичем. Вообще, этому мероприятию давно уже не хватает яркой драматургии режиссуры. Например, почему в конце послания, например, Валентина Ивановна Матвиенко не может упасть в обморок, а Екатерина Михайловна Мизулина, например, устроить эротический танец, а сам Владимир Иванович может спускаться, вот, кстати, почему бы не воспользоваться Кремлю в качестве образца недавним фильмом «Мастера Маргарита», чтобы в образе Воланда был Иванович Путин, со свитой, там два спикера федерального собрания будут, Коровьев и Азазелло, в костюмах Джокеров, а сам Владимир спускается с потолка в дыму, в таком, говорит, кресло мне. Ну, то есть, если нынешний, извините, что, так сказать, немножко перебиваем хлеб, ну как, мы делаем оммаж, вот так, делаем оммаж вашей замечательной программе Зинаиды Пронченко «Киноагент», вот, последний выпуск, который вышел недалее, как вчера. Ну, так вот, если… В смысле, последний по порядку, но не по значению, как мы знаем. Вот, значит, не сбивайте меня, Станислав Александрович, пожалуйста. Значит, если мы, многие, сходятся на том, что нынешний «Мастера Маргарита» от Михаила Локшина – это лучшая экранизация, то вот то, что вы предлагаете, это прямо сразу худшая будет, худшая постановка. Ну, подождите минуточку, ну, во-первых, экранизация Михаила Локшина – лучшая на фоне предыдущих. Это правда. Которые были совсем провальными. А потом, кто же может сказать, как оно с Валеновичем Путиным-то выйдет? Мне кажется, что по рейтингу это превзойдет и его интервью Такера Карлсона, там просмотров-то миллионов будет побольше. То есть, в образе Воланда предстанет, к тому же, если там откусят голову какому-нибудь иноагенту, например, случайно оказавшемуся на территории. Специально туда заведенному. Так что, если драматургия будет воспроизведена в полном объеме, мне кажется, все это будет не так плохо. Это станет предметом главного обсуждения. Вы, кстати, знаете, что Такера Карлсона жизнь оценили в 4 тысячи долларов? Кто? Ну, вообще-то состояние Такера Карлсона официально 300 миллионов долларов. Так. Правда, большая часть его наследована от родителей. Это не все он заработал сам журналистским трудом. Но часть и сам. Как вчера нам показал ФСБРФ ролик, в котором некий джентльмен назовем его так, признается в организации покушения на убийство Такера Карлсона на подземной парковке отеля Four Seasons в Москве. За 4 тысячи долларов он должен был заражить взрывчатку под автомобиль Такера Карлсона и тем самым сорвать легендарное интервью навсегда. Станислав Александрович, возвращаясь к сегодняшнему выступлению Владимира Путина, в каком формате оно ни происходило, со свитой, без свитой, в дыму, без дыма. Как вы считаете, он что-нибудь скажет про убийство Алексея Навального? Как он может себе это представить? Конечно, не скажет. Он скажет примерно следующее. Я могу в течение пары минут изложить. Давайте до Путин бинго. В 21 веке Российская Федерация стала в полном объеме, в полном объеме он не скажет, стала полностью свободным, сильным, суверенным государством. Мы забыли про хаос, связанный с крупнейшей геополитической катастрофой 20 века, крахом Советского Союза. Это, естественно, вызвало резкое недовольство на коллективном Западе. Коллективный Запад в главе с США никогда не хотел видеть сильную и свободную Россию, а хотел всегда расчленить ее и получить прямой доступ к нашим природным ресурсам. Поэтому в последние годы мы столкнулись с беспрецедентным давлением, в том числе давлением санкционным, которое началось сразу после того, как жители Крыма на референдуме, полностью соответствующем всем нормам международного права, свободно высказались за переход в состав Российской Федерации. Против России было введено беспрецедентное число всевозможных санкций, которые не переживала ни одна страна в истории. Наконец, мы столкнулись с прямой агрессией и угрозой войны, нападения стран НАТО с территории Украины, что привело бы к, могло поставить мир на грани ядерной катастрофы. Для того, чтобы избежать ядерной катастрофы, мы начали специальную военную операцию по просьбе Донецкой и Луганской народных республик, которые на сегодняшний день проходят очень успешно. В основном задачи, цели спецоперации уже достигнуты, но мы намерены твердо довести до конца дела демилитаризации, донсификации Украины и положить конец проекту антироссии. Российская экономика показала колоссальную устойчивость к санкционному давлению. Экономический рост в РФ достиг 3,2%, что выше, чем в любой стране Европы, где наблюдается напротив, депрессия, в том числе связанная с несоответствующим интересам европейских народов расторжением экономических связей с Российской Федерацией, инфляция одна из самых низких в Европе, как и безработица, удо и молока выросли на 17%, яйценоскость кор на 8%, уровень алкоголя в крови россиян снизился на 0,2 промилле, и совершенно очевидно, что планы коллективного Запада по уничтожению и Российской Федерации полностью провалились. Однако это не значит, что у РФ больше нет проблем, в частности, у нас достаточно сложная демографическая ситуация, необходимо повышение рождаемости, и этим мы сейчас занимаемся по всем фронтам. Самое же главное, что спецоперация привела к беспрецедентной консолидации всего российского народа, вокруг идеи государственности, защиты суверенитета нашей Родины, а несколько процентов населения, явно действовавших в интересах иностранных государств, пена и накипь, были смыты этим мощным историческим потоком, и все происходящее внушает нам гигантский оптимизм, несмотря на то, что некоторые проблемы остаются до сих пор нерешенными, и мы над этим плотно работаем. С одной стороны, продолжая, опять же, киноагентскую стилистику, так сказать, нужно было бы тут закричать спойлер, спойлер, спойлер. А с третьей стороны, точнее, с другой стороны, при всем к вам огромном уважении, Станислав Александрович, но где же что-нибудь новое? Это прямо вот буквально тиражируется из выступления... А, кстати, подождите, нет, я услышал новое, я услышал новое, точнее, не услышал старого. А что, исторического экскурса не будет? Нет, исторического экскурса не будет. Потому что и так все уже историю знают, а кто не знает, того не пустят. Ну, это прямо революционно, чтобы было без исторического экскурса. В последнее время ни одно выступление Путин без него не обходится. Но все, на Карлсоне точка была. Ну, не точка, а многоточие. Исторические экскурсы, возможно, возобновятся. Все-таки послание-то не резиновое, оно же идет не так долго. А исторические экскурсы, они гигантские в исполнении Владимира Путина. Скорее, здесь какое-то тоже, что будет кинематографическое решение. Будут какие-то исторические драмы, костюмированные, в которых Владимир Владимирович будет играть заметную роль и так далее. Зачем в послание-то это впихивать? И так, что все все знают. А кто не знает, тот не гражданин Российской Федерации. Кого-то срочно объявите на агентом, как минимум. А то и объявить в розыск. Ну, то есть, никаких жизненно важных поворотов объявлено не будет. В принципе, все, что вы рассказали, мы в том или ином виде слышали за минувшие два года точно. Потому что вы начали со спецоперации, она два года идет, так сказать, и они раньше не могли просто слышать физически. Но два года то, что вы перескали, так и слушаем. Такое и есть. Ну, вот такая постоянство признак класса. Зачем сказать? Вот там же даже у Анны Викторовны Майнгайд есть в вопросе пункт, что выступил бы лучше сам с посланием. Вот я и выступил бы лучше сам. Все равно буду смотреть по вашему научению, чтобы действительно найти что-то новое. Даже всего там нет. То есть, получается, что послание Владимира Путина, оно адресовано Федеральному собранию, чтобы Совет Федерации, Госдума и еще кучка халуев знали, в какую сторону двигаться, в каком направлении, так сказать, лизать начальственный зад. Все сохраняется без изменений. В этом нет необходимости, поскольку все все знают заранее и так. А людей, которые не знают заранее, там не осталось. Но это нужно, это предвыборное выступление. Оно считается важным ритуальным актом в преддверии голосования 17 марта. 15-17 марта, чтобы показать, что успехи России грандиозные, а будущее еще грандиознее. И поэтому все в едином порыве, разумеется, должны проголосовать за Владимира Путина. Но при этом всегда по стану президента в Федеральном собрании это часть монархического ритуала президента Путина. И поэтому никогда мы не ожидали от него чего-то сверхъестественно интересного. Там его практически никогда и не было. Ну, то есть, если и посмотреть, то ради каких-то мелочей или комментариев, в зависимости от того, где вы будете смотреть это выступление. Вот. Что хотел спросить у вас, Станислав Александрович, по поводу события, которые ожидаются сутки спустя. Это прощание и похороны с Алексеем Навальным. Ну, вот в том виде, в котором сейчас анонсировано. Во-первых, допустят ли власти это мероприятие? Вообще, пустят ли они людей на похороны? Ну, семью, безусловно, пустят. А сделав всё при этом возможное, чтобы мероприятие не было массовым и публичным. Это было отработано в прошлом году с похоронами Евгения Викторовича Пригожина. Это технология. Я думаю, что Кремль попытается применить её вновь. Ну, там вообще и место похорон. То есть, мы понимаем, что, видимо, пытались сделать так, чтобы было и место похорон, так сказать, неизвестно было, и фальшивые похороны организовывались какие-то, и бог знает что, операции прикрытия и всё прочее. Но тут место похорона объявлено нам командой Навального, по меньшей мере. Да, но до сих пор мы не знаем, потому что для прощания, кажется, предложено Северное Хованское кладбище. То есть, прощание в одном месте, похороны в другом. Нет, нет, они сказали, что не будет прощания. Мы вот сегодня у нас был и Иван Жданов. Они отказались от всех иных вариантов. Они нашли какой-то, потом и предложили другой. В общем, они отказались от прощания. Оно непосредственно начнётся с отпевания в церкви. Ну, для этого нужно ещё дожить до завершнего дня и понять, не окажется ли закрыт храм к этому моменту, поскольку от оппонентов Алексея Анатольевича Навального можно ожидать всего. Абсолютно так и есть. То есть, все усилия будут положены на то, чтобы сделать мероприятие менее массовым. Но как его сделать менее массовым, если придут десятки тысяч людей? Ну, всё равно придут. Даже к закрытому храму. Ну, знаете, я не уверен, что придут десятки тысяч людей. Ну, или да, тысячи. В общем, завтра. Посмотрим. Я думаю, что здесь как раз прогнозировать эту ситуацию несколько сложнее, чем содержание посланий президента Федерального собака. Да, это абсолютно точно. Как по-вашему, а что, собственно говоря, мешало сделать эту процедуру менее, скажем так, менее позорной, не для команды Навального и для семьи, разумеется, а для властей? Ну, всё-таки то, что выглядит, я боюсь, даже у сторонников Владимира Путина вызывает, далеко не всегда вызывает одобрение, скажем так. Ну, и похороны Евгения Викторовича Пригожина далеко не у всех сторонников Путина вызвали одобрение, и что? Главное, чтобы порядок был. А порядок, это не должен меняться, поскольку Владимир Владимирович глубокий консерватор, индуктивист, и он считает, что всякая технология, которая работала в прошлом, должна работать в настоящем и будущем. У него в запасе вечность, он не разменивается на мелочи. Если кто-то несколько дней будет недоволен, его это не беспокоит. Ну, выходили же как раз десятки тысяч людей, если не сотни, скажем, в поддержку Сергея Ивановича Форгала три года назад в Хабаровском крае. Ну, и где это все? Кроме того, что некоторое количество активистов тех процессов сели в тюрьму, это ничем политически не закончилось. Поэтому такие соображения не беспокоят российского лидера. Что касается, возвращаясь к посланию в том числе, многие ожидали, что приднестровская тема каким-то образом возникнет или может возникнуть. Ну, судя по вашим словам, нет вообще этой истории с Приднестроем. Нужно ли на нее обращать внимание в данном случае? Обращать внимание, конечно, на нее нужно, потому что здесь могут быть самые как раз непредсказуемые элементы. И, возможно, Владимир Иванович и упомянет Приднестровье в послании. Хотя, надо сказать, что послание готовится как правило сильно заранее. И такие экспромты, если возникают там, то довольно редко. Но мне не кажется, что он объявит о новой специальной военной операции на территорию Молдовы. В принципе, чисто теоретически, если рассуждать, где в принципе может быть новая специальная военная операция, то только в Молдове. Потому что на территорию НАТО Путин не пойдет, по крайней мере, в обозримой исторической перспективе. В Центральную Азию тоже. В Закавказье все хорошо, более или менее. И ему для него гораздо важнее стабильность Азербайджана и Грузии, чем к каким-то ни было претензиям. Особенно Грузии, поэтому Кремль не будет в обозримой опять же перспективе аннексировать Абхазию и Южную Осетию, поскольку гораздо важнее для Путина отношение с Бедзиной Иванишвили, нынешним фактическим правителем Грузии, и стабильность этого режима, который вполне дружественный Кремлю. Поэтому единственная страна, которая не под зонтиком НАТО с одной стороны, не располагает собственными серьезными вооруженными силами с другой, а с третьей имеет на своей территории проблему, которая может быть стать поводом для интервенции, это Молдова. Но я не уверен, что сейчас у Кремля есть ресурсы для того, чтобы это сделать, и нужно все-таки разбираться с Украиной в первую очередь. И это дает надежду на то, что никакой реальной интервенции не будет. Тем более, собственно, Приднестровье ее не просило. Она просила воздействовать на Молдову с целью облегчения таможенного режима для субъектов Приднестровской экономики, крупнейшим из которых является Холдинг-Шериф главный и почти единственный субъект этой экономики. Да, значит, вы просто упомянули в Закавказье, и я подумал, а как же Армения, которая в последнее время проявляет демарши по отношению к Кремлю, в частности, заморозка участия в УДКБ? Ну, разумеется, поскольку УДКБ ничего не сделало для того, чтобы предотвратить военное поражение Армении в последние годы, хотя на это, разумеется, Путин и УДКБ сказали бы, что военных действий на территории Армении, как страны-члены УДКБ, не было. Они все проходили только на каноническом международном признании территории Азербайджана. А значит, и не было повода для вмешательства УДКБ, и эта позиция в значительной степени верна. Она еще раз доказывает, что всякая лицемерия в большой политике, как-нибудь, оборачивается против источников этого лицемерия. Если весь мир признавал Нагорный Карабах территорию Азербайджана, то на что же можно было рассчитывать в долгосрочной перспективе. Но Кремлю не нужно как-то воевать с Арменией. Во-первых, в Армении сохраняется российская военная база в Гюмрии, и, как сказал Никол Пашиням, премьер-министр Армении, вопрос о ее закрытии не стоит в принципе. Во-вторых, у Армении для этого есть Азербайджан, состоящий за ним Турцией, для того, чтобы создать этой стране проблемы. И, возможно, эти проблемы и продолжатся, хотя сейчас, мне кажется, что обе стороны достаточно искренне стремятся к подписанию мирного договора, да даже не обе, а и Турция тоже в этом заинтересована, и заинтересована в открытии границы с Арменией, хотя, разумеется, всякие военные эксцессы еще будут продолжаться. И до сих пор не решена судьба Зангизурского коридора, связующего основной Азербайджан с Нахичеванским эксплавом. И здесь, кстати, у РФ есть отдельные самостоятельные интересы, поскольку после Московским соглашениям 2020 года, это Зангизурский коридор, должны были охранять войска ФСБ и РФ, что дало бы ФСБ существенный контроль на том числе над контрабандными или сомнительными, назовем их мягче, потоками товаров и услуг. И здесь, я думаю, последнее слово Кремль еще не сказал. Но в то же время ввязываться в какую-то большую военную авантюру, в Закавказье Кремль сегодня явно не готов. Спасибо большое. Благодарим политолога Станислава Белковского. Спасибо, Станислав Александрович.